Онлайн-форум Дальневосточного федерального округа 2020 состоялся на цифровой платформе. Несколько дней спикеры обсуждали актуальные вопросы. Темой круглого стола стало ускоренное развитие Дальнего Востока. Что получилось и что нет. В ее обсуждении приняли участие зам. предправительства Российской Федерации Юрий Трутнев, министр Российской Федерации по развитию Дальневостока и Арктики Алексей Чекунков и губернаторы региона, в том числе глава Приморского края Олег Кожемяка. Участники говорили о проблемах здравоохранения в период коронавируса, развитии торов и мерах поддержки бизнеса, реализации программ Дальневосточный гектар и Дальневосточная ипотека. Не обошли стороной вопрос об оттоке населения. Хочу доложить, что отток населения с регионов Дальнего Востока не прекратился, но за время нашей работы уменьшился в 4 раза. В 2013 году эта цифра составляла 45 тысяч, в 2019 – 10,5. Совершенно очевидно, для того, чтобы полностью прекратить отток населения с Дальнего Востока, необходимо не только создание рабочих мест, но и улучшение условий жизни по всем параметрам, таким как качество здравоохранения, образование, состояние дорог, благоустройство городов. Есть еще такой фактор, как климатические особенности, их мы вряд ли изменим. Что касается создания рабочих мест, Юрий Трутнев отметил, что российское правительство планирует внести предложение – поддерживать те компании, которые привлекают к строительным работам на Дальнем Востоке россиян. А вот те, кто предпочитает нанимать иностранных рабочих, хотят заставить платить. Участники форума пришли к согласию, что 2020 год стал настоящим испытанием для всех регионов. Однако министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков считает, что тяжелый период показал наша устойчивость. Сама работа по защите населения и бизнеса от пандемии, я считаю, и в целом в Российской Федерации была очень сбалансирована, построена. Мы видим, что у нас не было таких долгосрочных локдаунов, как видела, например, вся Европа. У нас не было такой безответственности, которая была в Соединенных Штатах. И мы по поручению Юрия Петровича еще в начале года достаточно оперативно сумели реализовать проект по снабжению средствами индивидуальной защиты. Онлайн-форум проходил два дня. В нем приняли участие 50 спикеров – экспертов в области медиа, предпринимательства, туризма, медицины, молодежной политики, культуры и искусства. Трансляцию мероприятия смотрели около 9 тысяч человек. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.